Всем привет! Вы на канале Польза Netta. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня вы сможете увидеть обзор на аппарат Realme C25. В чем его особенность? Очень многие топят за него в российском ритейле, но те деньги, которые он стоит у нас, это 1012, это, конечно, лютый оверпрайс. С другой стороны, телефон имеет неплохую IPS-матрицу, пусть даже на 60 Гц. У телефона довольно неплохая скорость работы, приличные баллы в Antutu, и, в принципе, он достоин вашего внимания хотя бы за то, как он работает с аккумулятором. То есть у него неплохая автономность. Не сказать, что я хочу прыгать и хлопать в ладоши от того, что Realme в этот раз сделали что-то фееричное, потому что на тот же Narza 30A у меня обзор уже на канале с стримами на лайв-канале. Он не намного хуже. В каком-то смысле это его копия. В каком-то смысле этот телефон копия Samsung M21, который является максимально неудачным. Но имеет право на жизнь, особенно за те деньги, за которые он продается на Алиэкспрессе. В принципе, на данный момент он чуть-чуть подлагивает. На данный момент у него есть все те же плюшки, что и у Realme. В стоке он может записывать ваши разговоры. Кстати, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и любой комментарий к любому видео на канале. Ежемесячно жду вас на розыгрышах. Остальные розыгрыши условия в описании. И чтобы вы сразу не пугались, вход на этот ролик пишется стандартно для моего канала в это время на Realme C25. Да, я мог сделать это все красиво. И потом пытаться вам рассказать, что камера в каком-то смысле ничего. Но она не ничего. Она всего 1080p. Она всего 60 фпс. И с фокусом у него, я бы сказал, как минимум. Беда конкретная. Тьюб 917, подписывайтесь с колоколом. И сегодня я расскажу вам о довольно новом смартфоне ультраэконом-класса Realme C25. Полетели. Распаковка. Коробка пришла целая, совсем слегка мятая. Но если это придираться. Оформление в обыденном стиле компании. Realme это броский желтый цвет с наименованием девайса и элементарным набором спеков на русском языке. В комплект входит смартфон синего цвета, также в продаже есть черного. Кабель USB Type-C, сетевой адаптер на скромные 18 ватт. Скрепка, чехол дешевый довольно, но не топорный. Защитная пленка, не фонтан, которую как всегда сразу бежим заменять на нормальную. А желательно всегда ставить защитное стекло. Гарантийный талон и руководство пользователя. В них есть, кстати, русский язык. Запах клея присутствует, с телефона и чехла выветривается довольно быстро. Коробку выбрасываем. Переходим к смартфону. Габариты у него, конечно, не маленькие, даже для меня они большие. А именно 164 мм на 76 на 9,6 мм. А вес составляет бодрых 209 граммов. В руке кажется очень увесистым. Если лежит в кармане в легкой кофте, то будет знатно перевешивать. Корпус изготовлен полностью из пластика, тыльная часть при этом из текстурированного. Из рук не выскальзывает и не собирает отпечатки, что уже хорошо. На корпусе расположены кнопка питания и кнопка регулировка громкости. Незначительный люфт у кнопок, разумеется, есть. С тыльной части находится сканер отпечатков пальцев, не сильно углубленный. Края у него сглаженные. Далее два динамика, один разговорный, второй основной. Поэтому звучание тут моно. Разъем для зарядки Type-C, микрофон, разъем под миниджек, ура. И разъем под непрорезиненный, к моему сожалению, слот для двух нано-сим-карт и для расширения памяти microSD-карты. Подбородок большой, тыльный блок камер минимально выступает. Размеры фронтальной камеры вы видите сейчас на экране. Сборка не очень качественная, как у всего лоукоста. Лицевую часть на 88,7 занимает IPS LCD дисплей на 6,5 дюйма. С разрешением 720 на 1600 точек и частоту обновления 60 Гц. Все работает достаточно плавно, но вы сами понимаете, что пиксели здесь, конечно, большие. С плотностью здесь вообще беда, 270 показывает. Шима, естественно, нет, так как это IPS. Пиковая яркость достигает 480 нит, что очень мало. На солнце ничего не разглядишь, приходится искать тень. При наклонах в разные цвета не бросает. Автояркость работает с резкими перепадами в помещении со 100% до 0% яркости. Поэтому придется регулировать вручную, во всяком случае с данной прошивкой. Может быть прилетит обнова и все станет лучше, но пока только так. Мультитач на борту, на 10 пальцев без проблем откликается. Отпечаток пальца находится с тыльной части. Очень странное решение в 2021 году. Срабатывает быстро, добавить 2 отпечатка одного пальца нет возможности, что является хорошим показателем. Программисты у них все-таки работают. До распознавания лица отлично срабатывает, даже в очках с прозрачными линзами. Летим дальше. Внутрянка. Прослогоний процессор на 12 нанометров Mediatek Helio G70 с 8 ядрами. Графический процессор Mali-G52MC2. Интерфейс, разумеется, Realme UI, кстати, версии 2.0, что сильно. И Android 11 версии, это тоже неплохо. Оперативной памяти 4 гигабайта LPDDR4X. Встроенной 64 гигабайт с возможностью расширения от карты памяти до 256 гигабайт. Маловато, но как есть. 12 гигабайт внутренней памяти занимает система, что приемлемо. Далее имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, что очень круто. И 4G, 5G здесь нет. Бенды 7 и 20 на борту. 4G работает отлично. Bluetooth версии 5.0, NFC в наличии. По отзывам у всех работает в режиме реального времени просто супер. Google Pay, разумеется, встает. GPS есть, тест показал точность до 1 метра, что хороший показатель, как и у всей линейки Realme. Учитесь Xiaomi. По датчикам акселерометр гироскоп Virtual Hero. Датчики приближения работают без нареканий, остальные вы видите на экране. Вибро не настраиваемое, плюс оно не ощущается вообще слабенькое. Емкость аккумулятора бодрых 6000 мАч. PCMark выдал он 11 часов 27 минут автономной работы и осталось еще 20%. За эту цену показал топовый результат. Полный цикл зарядки 2 часа 30 минут от родного блока и разговора тут не может быть о заявленной быстрой зарядке. Это так, для вида название быстрое. PUBG за 1 час на максимальной графике при 100% яркости улетело 15% заряда. Понятно, что максимальная графика для данного устройства. И что хорошо, экран не понижал яркость. PUBG на высокой графике выдает 29-30 FPS и температура стабильна до 43 градусов. Играть можно. В танках температура поднимается до 40 градусов и FPS стабильно не выше 60. А также проверял я в тяжелой игре Genshing Impact на низкой графике с 30 FPS. По тесту выдает примерно 15-30 FPS и нагревается до 55 градусов. Фризы, конечно же, есть, особенно в Genshing. И неудивительно. Но в PUBG и танки играть однозначно можно, притом довольно комфортно. В Genshing никак. Стресс-тест прошел без проблем и не перегрелся телефончик. В Antutu показал 208 тысяч попугаев. Сторидж-тест 12700. В троттлинг-тесте на 100 головках 30 минут максимально 151 гипс. В среднем 132 гипса и минимальное 97 гипсов. Результаты 3D Mark Wild Life Stress Test. Оценка лучшего цикла 603. Wild Life 595. Остальное вы видите на экране. Но показатели, если честно, не лучше. Летим дальше. По камерам. Тыльная камера практически не выпирает. В блоке 3 камеры. Монохром на 2 мегапикселя. Основная камера на 48. И макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 4 см. По отзывам и лично для меня свое отрабатывать она и не думает. Поддержка записи видео с основной камерой 1080p 60fps. И это максимум. Конечно, не фонтан. Фронталка на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для записи видео 1080p 30fps. Режимов немного. Да даже ими вряд ли кто-нибудь будет пользоваться. Из основного это портретный, таймлапс, панорамные фото, режим бьютификации. Который, по моему мнению, вообще не вариант использовать в данном телефоне. Что на этом устройстве, так и на других лоукостах. HDR фильтры при ночной съемке мыло. Что и стоило ожидать. Примеры и видео сейчас увидите. 1080p 60fps. Стабилизация практически нулевая у данного телефона. Особо его гонять смысла нет. Потому что это супер ультрабюджетник. И не то, чтобы хотеть от него чего-то. Это глупо. Но он в принципе работает точно так же, как и остальные телефоны у Realme. В данном ценовом сегменте. Единственное, очень похоже на Realme 8 5G. Который значительно дороже. Имеет то же самое разрешение. Поэтому к нему, я бы сказал, у меня претензий было намного больше. К этому телефону претензий меньше. В первую очередь из-за его ценника. Смотрим, как работает автофокус. Автофокус не работает у него фактически никак. Если я сам не тапну. Нет, сейчас он сам, кстати, поймал это бедное дерево. И ждем, когда он переключится. Мне кажется, что это все слегка бесполезно. Это ожидание. Он видит дерево, но не видит все остальное. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Проще говоря, на данный момент с данной прошивкой. Без помощи фокус переключаться не хочет никак. Притом вручную он делает это великолепно и очень быстро. А вот селфи-камера, я бы не сказал, что совсем позорная. Вы сейчас видите, как он снимает при легком таком пересвете. То есть солнца очень много. Роллинг-шаттер, разумеется, мне кажется, будет присутствовать. Опять же в записи, потому что сейчас я его не вижу. Если роллинг-шаттер не будет, Realme прям супер молодцы. В чем я сомневаюсь, как и вы. Звук, как пишет, вы тоже слышите. Для того, чтобы выставлять что-то в инсту после ваших великолепных манипуляций с цветом, видом и всем остальным, подойдет. Ну а так, ну обычный дешевый телефон от Realme. Хороший телефон от Realme. Из минусов, большой подбородок внизу, отпечаток пальца с тыльной части, но тут на любителя. Максимальное качество съемки основной камеры оставляет желать лучшего. Долго заряжается. В играх фризы есть, но не критичны. Ну и сам экран, конечно, с разрешением таким хромающим, так же, как и с яркостью. Цена в районе 150 долларов с бесплатной доставкой. Ссылка, как всегда, в описании к видео, реально купить до 130. Если есть промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Под конец августа будет просто лютый сейл. Я думаю, информация уже начнется после 15-го. Что и как можно будет купить супер выгодно. Вдруг на момент вашего просмотра появятся супер скидки, и я туда обязательно скину промокоды. Сможете что-нибудь купить. За эти деньги даже может быть что-то получше. Резюмирую. За такую цену он очень даже неплох. Все необходимые функции на борту, плюс добротная автономность, стабильная работа устройства, даже андроид 11-й версии, хороший IPS-дисплей с 60-ю герцами. В принципе, пусть он даже и не с лучшими показателями, но он работает нормально. И никаких пересветов, засветов и остального брака у меня во всяком случае не было. Я считаю, что свое он в принципе отрабатывает. Подписывайтесь с колоколом, пишите что еще купить на обзор. Скоро будет телефон Narza 30A, который еще дешевле данного. Пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть для обзора. Норд 2 будет через 2 дня. Девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Девайсу скромное да.